Рада приветствовать вас всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики N3-аналитика. Так, давайте представлюсь. Меня зовут Александра Смирнова, я являюсь бизнес-аналитиком в компании BI-Consult. Со стороны N3-аналитики сегодня с нами Вячеслав Зюба, это менеджер по развитию направления биоаналитики, Владимир Турин, архитектор программного обеспечения, Степан Копытов, бизнес-аналитик, Яна Зверева, руководитель направления N3-аналитики, и Алексей Васин, ведущий бизнес-аналитик. Давайте кратко расскажу вам о компании BI-Consult, почему именно сегодня наша компания представляет этот тест-драйв бизнес-аналитики, N3-аналитика. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компанию систему бизнес-аналитики. Понятно, что когда говоришь вообще в принципе про BI, сразу представляются красивые дашборды, интерфейсы, отчеты, но я думаю, что большинство из вас понимает, что это только вершина айсберга, да, потому что интерфейс — это вот только 20%, а 80% кроется в построении архитектуры, настройке модели данных, валидации, то есть именно в таком верном, хорошо прописанном коде и обучении сотрудников. Поэтому под внедрением лично мы понимаем полный цикл работы, написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озер данных и полноценных ДВХ, если это необходимо в рамках проекта, техническая реализация и, конечно же, обучение как конечных пользователей, так и команды разработки. Открою вам сейчас наш сайт, потом направлю вам ссылочку его в чате, чтобы можно было перейти, ознакомиться с услугами, которые мы предоставляем. Ну и здесь, в принципе, достаточно много интересного материала, касающегося BI, в том числе BI именно российского производства. Вот. Почему мы еще говорим про обучение, да, что, помимо всего прочего, у нас есть собственный учебный центр. На текущий момент мы обучили более 500 специалистов. Вот. Здесь представлено расписание актуальное. Курс по N3-аналитике у нас сейчас находится в разработке, и для получения более подробной информации можно написать нашему менеджеру. Контакты я также направлю вам в чате. Вот. В общем-то, вкратце про нашу компанию я вам рассказала. Теперь я передаю слово коллегам из N3-аналитики для того, чтобы они провели презентацию системы и непосредственно демонстрацию коллеги. Александр, спасибо. Добрый день, коллеги. Да, спасибо, Вячеслав. Сейчас тоже расшарю презентацию. Александр, поможете? Скажите, когда будет видно экран? Да, уже все видно. Отлично. Можно рассказывать. Коллеги, всех приветствую на нашем Роуд-шоу. Я немножко... Меня зовут Вячеслав Вячеславович. Я расскажу немного о нашей компании и продукте. После чего я передам слово своим коллегам, которые продолжат уже более технический стрим нашего Роуд-шоу. Пару слов о нашей компании. На Энтерика медицина входит в портфель Энтери Групп и группа компании Ташир Медиака. Изначально мы занимались и специализировались на направлении здравоохранения и разрабатывали различные декорационные решения или же продукты для этого рынка. В 2017 году была потребность в разработке как раз-таки системы аналитики для здравоохранения. И на протяжении вот этих пяти лет мы активно ее развивали. И сейчас выходим на уже общий рынок за пределы рынка здравоохранения. И непосредственно как раз-таки второй год участвуем в Круге Громова. В этом году с Роуд-шоу в том числе. На данный момент наш продукт уже работает более чем в 20 регионах Российской Федерации в сфере здравоохранения, в государственном секторе. И мы сейчас обрабатываем в операционном управлении, держим данные 40 миллионов человек с точки зрения именно медицинских данных. Это гигантские объемы данных. Так что можем сказать, что мы умеем обрабатывать и выдерживать такой объем без проблем. Это одна из наших сильных сторон. Помимо этого мы уже работаем не только в здравоохранении. У нас есть проекты в транспорте, логистике, в образовании, в различных правительственных проектах. Ну и естественно медицин. Важно отметить, что учитывая, что мы работаем с государственными секторами, естественно наш продукт включен в реестр российского программного обеспечения. Что также в текущих реалиях очень важно. И позволит быть уверенным в следующих, на несколько лет вперед в работе своих систем. Помимо этого наше решение уже включено, поучаствовало в различных выставках. Мы входим в топ-25 крупнейших поставщиков BI. И естественно на рынке здравоохранения получили различные награды. В том числе в 2020 году получили первое место в конкурсе как лучшее IT-решение. Теперь немножко о том, что мы умеем. Мы на самом деле разделяем функционал своей системы на два больших блока. Для бизнес-пользователей и для дата-инженеров. Пару слов о бизнес-функционале. На данный момент у всех BI-систем, в том числе российского производства, достаточно общий, можно сказать, базовый весь функционал сходится. Это, естественно, и конструирование различных отчетов, как в режиме self-service, так и в режиме разработки, детализации, drilldown, drillup, различные срезы, большое количество визуализаций. Все это также мы поддерживаем. И из последних наших доработок, которые мы недавно сделали, это переработали картографию на базу Яндекса, перевели ее, как раз-таки в угоду нашего импортозамещения, всего этого стрима. И также у нас добавилась функциональность, это онлайн-загрузки данных, чтобы непосредственно можно было просматривать различные дашборды, отчеты именно с реальными данными в тот же момент. Ну и, естественно, возможность создания веб-представлений. Не буду останавливаться на всех пунктах, потому что здесь все достаточно общее с другими решениями. Для дата-инженеров у нас непосредственно чуть, можно сказать, больше возможностей технических, естественно, потому что, как и расскажут мои коллеги чуть дальше, наша система является системой полного цикла и является модульным при этом. На данный момент у нас есть более 15 готовых адаптеров. Естественно, мы можем соединяться с различными СУБД, файловыми источниками данных, сервисами. И, в принципе, имеем возможность разработать те адаптеры, которые нужны для подключения к различным системам. Более того, у нас централизированный жизненный цикл обработки данных, что упрощает работу с ними, упрощает ETL процедуры и написание, о чем также мои коллеги чуть дальше расскажут. И, как уже говорил ранее, у нас есть для аналитиков возможность разработки не только Salesforce отчетов, но и использование более продвинутых инструментов в виде SQL-лаборатории и функций Яндекс.Кликхауса. Хотелось остановиться в конце небольшого представления на четырех ключевых преимуществах, которые мы для себя выделяем. То, что, как я уже сказал, наша система является модульной, и при этом она закрывает все потребности по работе с данными, то есть от ETL и заканчивая визуализацией данных и различными отчетами. При этом наша вся система построена на open-source программном обеспечении, в основе которой являются продукты Apache, Яндекс.Кликхаус и Postgres. Ну и также мы, естественно, работаем с Grimplum в более высоконагруженных системах. И это позволяет нам быть всегда на острие, иметь последний функционал и возможности систем, при этом не привязанным быть к каким-то лицензионным механикам и так далее. Про большой объем данных я уже говорил, 40 миллионов человек, медицинская вся информация о них, это очень большие данные с исследованиями, с лабораторными исследованиями в том числе, поэтому, естественно, здесь мы даже, можно сказать, подтверждаем делом, то, что работаем с большими именно данными. И последнее, это то, что решение наше создано 100% российской команды разработки, мы постоянно выпускаем новые релизы, входим, естественно, в реестр российского ПО и всегда готовы доработать как саму систему, так и уже готовый имеющийся наш модуль всегда под наших заказчиков, и здесь мы достаточно гибки. На этом моменте я хочу передать слово своему коллеге Владимиру, чтобы уже непосредственно он рассказал про технические аспекты и архитектуру нашей системы. Владимир, тебе слово. Да, все. Спасибо. Все видно. Послышно меня? Да. А то у меня еще и микрофон погашен почему-то. Так, ладно. Значит, Владимир Турин. Да, я играю роль архитектора в нашей Dream Team. Значит, хочу рассказать пару слов про архитектуру. Ключевая особенность нашего решения, что мы строим систему очень бережно и трепетно, относясь к нуждам и возможностям заказчика. У нас есть модульная система, есть типовые наборы конфигураций, есть любимая конфигурация типовая, которую мы в большинство заказчиков ставим, и она как раз представлена на экране. Состоит она из принципиально двух функциональных блоков. Это подготовка данных, то есть взаимодействие с источниками данных, забор данных, их интеграция между собой, подготовка аналитических витрин. И вторая часть — это работа с готовыми многомерными аналитическими наборами, то есть это обслуживание, во-первых, сложных аналитических запросов, и второе — это непосредственная визуализация. Но, приходя к заказчику, мы всегда начинаем с интервью, с обследования, что требуется, какие источники есть, что на выходе должно быть. И, в принципе, каждый компонент заменяем, в том числе, значит, вот в типовой конфигурации, представленной на слайде, мы видим, что у нас используются два хранилища. Это промежуточное хранилище данных, где происходит накопление данных из источника, и интеграция данных. Это аналитическое хранилище, которое работает с подготовленными аналитическими наборами, обслуживает сложные аналитические запросы. Это компонент интеграции данных, построенный на платформе Apache Airflow, для которого нами реализована коллекция адаптеров для самых разных источников, то есть там порядка 15 семейств различных источников данных. Это и реляционные базы данных, и веб-сервисы, и документные базы, файловые хранилищи и так далее. И это компонент визуализации, построенный на платформе Apache Superset, свободно распространяемый программный продукт, который мы взяли с просторов GitHub и значительно его доработали. И в основном сегодня демонстрация будет про именно часть визуализации. В интеграцию данных сейчас на буквально минутку заглянем, я покажу, как нами реализован стандартный жизненный цикл данных. Но повторюсь, что каждый из компонентов, в принципе, он заменяем. Если у заказчика уже есть какое-то хранилище или какие-то ETL, или наоборот, ему требуется только подготовка данных, не требуется визуализация, то, в принципе, мы можем поставить отдельные компоненты или отдельные компоненты даже позаменить. То есть в промежуточном хранилище, я сказал, у нас используется в типовой штатной поставке базы данных PostgreSQL. В зависимости от возможностей заказчика, потребностей заказчика, мы можем использовать разные редакции. Это может быть стендалон открытый PostgreSQL, это может быть какая-нибудь профессиональная редакция, это может быть кластер PostgreSQL. Для больших конфигураций у нас есть опыт применения MPP-базы Greenplum. Вот что хотелось рассказать про архитектуру. Попрошу, Вячеслав, переключи, пожалуйста, на следующий слайд. Еще пару слов про стандартный жизненный цикл данных. То есть я сказал, для типовой конфигурации у нас существует также и разработанный стандартный проект, который описывает жизненный цикл данных. Какие бы данные мы откуда ни забирали, в любом случае они проходят по такому вот стандартному пути. Мы извлекаем данные из источников, что важно, наименее затратным для источника образом. То есть мы никаких вычислений никогда стараемся на источнике не производить. Используем самый оптимальный с точки зрения генерации, минимальной нагрузки на источник, механизм доступа к данным. Мы забираем данные из источника в стейджинговую область, так называемое озеро данных. Умеем работать в том числе с такими сценариями, когда источник не умеет возвращать инкрементально данные или не отслеживает изменения, или допускает физические удаления. Мы это умеем на своей стороне отследить. Если в источнике все-таки есть за что зацепиться, то грузим аккуратненько только дельту. В стейджинговой области производится описание данных, вычисление изменений, повторюсь, если источник не поддерживает инкрементальную отдачу и инкрементальную загрузку, и реализуется персистентное хранение. То есть мы делаем полностью слепок данных, как он был забран из источника, только измененных данных, обогащенных описанием и обогащенных описанием историчности. То есть если данные меняются, у нас они никуда не пропадают, вся историчность сохраняется, и тем самым реализуется возможность выполнять point-in-time запросы, то есть запросы на срезе времени. Это бывает очень востребованная функция для различных отчетов. Поскольку данные мы забираем из самых разных источников, это могут быть документы, могут быть таблицы реализационные, могут быть слабо структурированные данные, а конечной целью работы ETL, ну и вообще компоненты интеграции данных, это многомерный аналитический массив, то нам нужно данные как-то свести в единую структуру, в единообразный вид, то есть идентифицировать данные, обнаружить связи, описать данные. Для этого у нас реализован слой, который называется operational data stage, и он реализован у нас по методологии DataVault версии 2. Это такой открытый, ну не стандарт, это методология, открытая методология построения корпоративных хранилищ данных именно для вот этой вот цели, для интеграции данных из различных источников. Подробнее сейчас не буду останавливаться, но если получится заглянуть в стенд с интеграцией данных, я там покажу это на непосредственно задачках, но вот такой вот слой промежуточного хранения реализован на DataVault. Есть слой, который называется BusinessVault, это слой, где производится предварительное вычисление каких-то сложных показателей, сложных агрегатов, сложных либо с точки зрения вычислительной сложности, либо с точки зрения выразительной. То есть если у нас есть витрина данных, есть аналитик, который с ней работает, и он придумывает какую-то сложную штуку, посчитать по данным, эта штука может быть или технически сложной, генерировать большую нагрузку на аналитическое хранилище, или она может быть выразительно сложной, то есть аналитику сложно написать кодом. То есть аналитики у нас это не технические специалисты, это люди, говорящие в основном на бизнес-языке. Вот они на бизнес-языке могут описать, чего они хотят, и мы это переведем в код и посчитаем в процессе исполнения ETL-процедур, и как фрагменты витрин сохраним в промежуточном хранилище, и можем использовать как фрагмент витрины данных, подключить его к исходным данным, и тогда в аналитическом наборе такой результат вычислений тоже появится. Не нужно будет над ним еще как-то дополнительно думать. Это вот к вопросу об каких-то предиктивных вещах и прогнозах и так далее, которые задавался там в чате, и мой коллега Алексей, видимо, уже ответил, и там ответ содержал, что мы можем подключить какие-то внешние компоненты, которые занимаются прогнозированием. Это вот ровно про это. Мы можем подключить внешние компоненты, которые из слоя ОДС возьмут размеченные данные, посчитают прогнозы, сохранят их в бизнес-вольт, а мы их присоединим к витринам данных и визуализируем. Вот это на текущий момент то, что возможно с точки зрения прогнозирования. Значит, по жизненному циклу, да, мы тогда тоже закончили. Давайте я еще раз попробую сделать шаринг экрана. Скажите, пожалуйста, получилось ли? Почему-то все равно нет. Тогда я прошу прощения, но вот часть демонстрации этого самого компонента интеграции вынужден буду пропустить пока что. Ну, там, в принципе, ничего нового для вас нет. То есть это стандартный Airflow, который я уже не раз на Roadshow демонстрировался. Повторюсь, весь наш вклад в этот компонент, он ограничился разработкой адаптеров, разработкой шаблонов для реализации стандартного жизненного цикла данных. И что важно еще, мы провели... Да, я пытаюсь тут какие-нибудь хоть кнопки нажать что-то, потому что, да, выглядит действительно так, будто у вас и звук выключен, но при этом звук идет. Я думаю, мало ли, по-моему, что... Да, и еще из важного, мы провели аудит безопасности этого компонента, завендорили все зависимости, выполняли сканером X-Spider, вот пофиксили там всякие незначительные уязвимости, это завендорили, и у нас вот такая сборка стабильная, проходящая аудит безопасности, вот такая сборка Airflow мы, соответственно, поставляем клиентам. Но визуально он мало чем отличается от того, что демонстрировалось на предыдущих Roadshow другими командами. Вот, я тогда... Да, тут некоторые вопросы, я вижу, сыпятся. Airflow загружает ли в себя данные? Airflow обеспечивает скидулинг, то есть управление расписанием, управлением... Там не только он по расписанию умеет работать, умеет реагировать на появление данных, например, или реагировать на внешний триггер. Airflow только запускает ETL, на самом деле, ELT обработчики, умеет масштабировать, масштабировать, да, если мы говорим про кластерную реализацию, то умеет там запускать некоторое количество обработчиков и там управлять ими, оркестровку делать. Вот, а хранение данных производится в промежуточном хранилище. Вот на слайде у меня было, это или PostgreSQL, разные его редакции, или GreenPlan в нашей типовой конфигурации, или какое-нибудь внешнее там хранилище, хранилище, которое есть у вас. Вот, но наша стандартная, любимая конфигурация, это вот такая PostgreSQL разных редакций и Cliphouse в качестве аналитического хранилища. Так, там еще были вопросы вроде бы. Где происходит Python ETL? Смотрите, значит, тоже зависит от конфигурации, то есть, как я сказал, мы реализовали стандартные шаблоны для реализации нашего стандартного жизненного цикла, и тут есть некоторая зависимость от конфигурации. Если у нас PostgreSQL, то там запускаются ELT-процедуры, то есть код генерируется на стороне Python, но это SQL-код. Он генерируемый, он отправляется в СУБД. Если GreenPlan, то там несколько хитрее, там взаимодействие через PXF интерфейс, и там возможны разные вариации. То есть там такая смесь идет ETL, ELT на разных этапах жизненного цикла. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Думаю, да. Спасибо огромное, Владимир. Так, да, я поняла, что раз вопросы сыпятся в чате, получается, я в начале беседы, видимо, забыла, в начале беседы, в начале вебинара, забыла рассказать про орг-моменты. Уважаемые слушатели, у нас там наверху, помимо чата, в вебинаре организована удобная такая система работы с вопросами. Она так и называется – «Вопросы». Она очень похожа на чатик, но со знаком вопроса. И там гораздо удобнее отслеживать вопросы и отвечать вам на них. И отслеживать, что все вопросы, в принципе, остались отвеченными тоже. Поэтому большая просьба в дальнейшем, вот сейчас начнется как раз демонстрация работы в системе. Я думаю, там будет вопросов гораздо больше, да, они будут более узконаправленные, скажем так. Вот, чтобы точно там ничего не пропустить, пишите все вопросы в блог «Именно вопросы». Все, спасибо большое. Передаю слово Степану. Так, да, проверим, как меня слышно. Слышно, надеюсь, у вас все запустится. И сейчас расшариваю экран. Да, все, супер, все расшарилось. Так, отлично. Да, давайте тогда начинать. Уважаемые участники, добрый день. Представлюсь Степан Копытов, являюсь бизнес-аналитиком команды N3 Analytica. Сейчас мы с вами перейдем к компоненту визуализации данных нашей системы. Повторим процедуру. Сейчас вводим логин-пароль, проходим процедуру авторизации и попадаем на стартовую страницу нашего компонента визуализации. Итак, в центре экрана мы видим перечень информационных панелей. Они отсортированы по свежести изменений. Если инфопанелей много, то у нас под рукой есть всегда поиск. Также есть вкладка «Избранная», куда эти инфопанели можно добавлять. И, собственно, вот эта вот стартовая страничка, она настраивается для каждого пользователя отдельно. К информационным панелям мы вернемся чуть позже. Сейчас обратимся к верхней части экрана. Здесь у нас располагается панель навигации. Вид панели навигации, как и в целом, как уже сказал, стартовой страницы может отличаться в зависимости от прав пользователя. Права пользователя определяет администратор. Итак, панель навигации. Здесь у нас находится логотип. Он же является порталом личный кабинет пользователя. В этом разделе отображаются избранные отчеты, информационные панели, созданный контент и история активности пользователя. Далее идет раздел «Безопасность». Этот раздел отвечает за администрирование подсистемы. Здесь можно управлять списком пользователей, ролями, настраивать права доступа пользователей и вести статистику работы пользователя, отслеживать ее. Следующий раздел «Управление». С помощью этого раздела можно осуществлять импорт информационных панелей, также управлять шаблонами разметки, CSS-шаблонами, и просматривать подробную статистику обращения к базам данных. Следующий раздел — это «Источники». Этот раздел предоставляет возможность создавать и редактировать параметры подключения к базам данных, позволяет загрузить CSV-файл и использовать как таблицу для формирования отчетов, позволяет просматривать и настраивать витрины данных. Это как раз-таки результат предыдущих этапов работы с данными в виде пригодных для анализа многоколоночных таблиц. А также раздел позволяет в витринах создавать группы показателей по тематике или по иным критериям. Группы для чего не нужны? Группы облегчают поиск нужных показателей при построении отчетов в витринах. Приведу пример. У нас у одного заказчика существует витрина, в которых присутствует более 500 показателей о ниже колонке в таблицах. И, соответственно, с помощью группировки показателей как раз-таки облегчается их поиск. Следующие разделы отчеты информационной панели и SQL-лаборатории, они являются такими основными пользовательскими. Давайте, наверное, на первые отчеты щелкнем и перейдем. Этот раздел отчеты включает в себя список отчетов и конструктор отчетов. В этом разделе возможны формирование, редактирование и сохранение отчетов с различными типами визуализации. Далее про них поговорим. Раздел информационной панели, следующий, также в него перейдем. В этом разделе возможно создание, просмотр и модификация информационных панелей или, иными словами, дашбордов. Информационная панель, они, проговорю еще раз, представляют собой набор сохраненных преднастроенных отчетов, размещенных на такую единую доску, возможно, объединенных тематически или по каким-либо другим критериям. Следующий раздел — это SQL-лаборатория. Это раздел также для пользователей, но он для продвинутых пользователей, имеющих познание в области SQL. Так, сейчас переходим. В лаборатории возможно как к подключенным базам данных, так и к существующим витринам обращаться на языке SQL в поле. Результаты запросов можно сохранять, чтобы вернуться к ним после. Также можно создавать новые витрины и строить отчеты уже по ним. То есть из результата запроса можно также создать новую витрину. Так, вернемся назад. И еще хотелось бы упинуть. В правой верхней части экрана идет небольшой блок пользовательских настроек, который позволяет настроить язык интерфейса, выбрать. Далее также можно управлять профилем пользователя. Можно либо перейти к настройкам профиля, либо выйти из текущего сеанса. И также можно узнать текущую версию и перейти на GitHub или на портал с документацией по Apache Superset. Итак, да, хотелось бы вернуться к разделу источники. Нас здесь интересуют витрины. Давайте зайдем сюда. Итак, в рамках задания у нас было три источника данных. И из них с помощью ITL-инструментов, о которых Владимир сказал ранее, мы собрали одну большую таблицу. Эта таблица как раз таки и послужит базой для построения отчетов и ответа на вопросы из задачи. Мы сейчас с вами находимся в списке витрин. Иконки рядом с наименованием позволяют просматривать, редактировать или удалить витрину. Кликнув на наименование витрины, мы пойдем в конструктор отчетов. Также можно увидеть сведения о том, где в аналитическом хранилище расположена эта витрина, какой пользователь последний раз редактировал витрину, а также увидеть данность, давность редактирования. Также можно работать со списком в целом, можно фильтровать его, можно осуществлять множественные действия с витринами, а также изменять размер страницы и сортировать список по дате последнего изменения витрины. Наша витрина называется Roadshow Mart 2022. Давайте зайдем в нее, кликнув на иконку слева от наименования. Давайте зайдем в качестве редактора. Отлично. Нас содержит первая вкладка. Мы сейчас находимся в меню редактирования витрины. Соответственно, у нас здесь есть пять вкладочек. Давайте сейчас по порядку пройдемся по ним и посмотрим, что каждая вкладка умеет. Итак, мы находимся на вкладке детали. Он содержит расширенные настройки витрины. Здесь можно отредактировать наименование витрины. Можно увидеть и отредактировать текст SQL-запроса, если витрина была создана из SQL-лаборатории, или пользователь, к примеру, наложил на нее код в виде подзапроса. Можно управлять построенными отчетами на основе этой витрины. Можно их здесь видеть и удалить при необходимости. А также можно добавить описание витрины, увидеть какую-то техническую информацию, опять же, по местоположению в аналитическом хранилище этой витрины, увидеть владельца. И можно установить основной показатель, который будет по умолчанию использоваться в качестве шкалы времени, когда мы будем строить отчеты. И также есть другие параметры. Перейдем к следующему разделу. Это список показателей. Что есть показатель? Показатель — это поле в таблице. Либо вычисляемое поле на основе какого-то поля из таблицы. Что мы можем с показателями делать? Основные действия в этом разделе. Первое, что мы можем добавить в витрину новый показатель. Второе, для каждого показателя у нас аналогичные действия. Есть показать запись, редактировать запись и удалить запись. Также мы можем сортировать список показателей по выбранному полю. Полей здесь достаточное количество. Так, давайте пройдемся. Возьмем первый показатель. Каждый показатель у нас имеет наименование. Это название показателя в аналитическом хранилище. Далее полное имя показателя. Оно как раз-таки используется для отображения показателей в отчетах. Это поле можно изменять. То есть называть показатель как нам необходимо. Следующая колонка — это тип данных показателя. Следующая здесь получается у нас ряд чекбоксов. Каждый показатель имеет перечень признаков чекбоксов. Первый чекбокс — это ключ фильтрации. Этот признак необходим для управления доступом пользователей к данным. Позже на примере этот функционал продемонстрирую. Посмотрим. Следующий признак группируемый — это возможность объединения по этому показателю. Признак фильтрующийся — это возможность создавать фильтры с этим показателем. Далее признак обновлять автоматически полное имя. Как я уже говорил, мы можем для каждого показателя задать произвольное наименование, которое мы хотели бы видеть в отчетах. И поскольку полное имя задается также на этапе формирования витрины в аналитическом хранилище, при ее обновлении заданное нами имя показателя заменится. И как раз-таки данный чекбокс существует для того, чтобы этого не происходило. То есть если мы хотим задать какое-то свое кастомное имя, мы галочку отсюда убираем, и при следующем обновлении витрины наименование остается таким, каким мы его хотим видеть. Следующий блок — число уникальных с суммой минимум и максимум. Здесь при установке флага для выбранного показателя автоматически будет формироваться метрика, которая соответствует столбцу с названием агрегатной функции. Если установлен флаг, то для конструктора отчетов сформируется соответствующая метрика и будет автоматически генерироваться в конструкторе отчетов. Следующая колоночка, предпоследняя — это колонка характеристика «Содержит дату и время». Чекбокс, если он активен здесь, он позволяет использовать показатель, который содержит или, предположительно, содержит дату и время, использовать его как шкалу времени в отчетах. И последняя колоночка. Тут уже у нас указана группа показателей, если какой-то показатель в ней состоит. О чем ранее говорили, вот здесь в источниках — группа показателей. Соответственно, каждому показателю можно отнести к какой-то группе. Следующий этап. Мы посмотрели в общем на перечень этих показателей. Их тут достаточно много. Можем зайти сейчас в редактирование показателя. Так, осуществляем переход. Соответственно, если мы заходим в меню редактирования определенного показателя, здесь можно управлять всеми теми параметрами, которые я только что озвучивал, только для конкретного одного показателя. В том числе изменить имя, добавлять описание SQL-код. Например, конструкцию кейс сюда можно добавить, чтобы сделать этот показатель вычисляемым. Для примера вычисляемого показателя у нас есть фио-показателя. У нас есть показатель фио-менеджера. Сейчас я его открою, чтобы не быть голословным. Так, найдем фио-менеджера. Сейчас провалимся и посмотрим, где у нас заполнен SQL-код. Итак, вот здесь в описании, как раз-таки из двух показателей в нашей витрине, с помощью SQL-выражения у нас сформировано новый показатель, который называется фио-менеджера. Итак, переходим к следующему разделу. Это у нас список метрик. Следующий раздел список метрик – это одно из мест, где можно составлять сложные метрики с использованием также языка SQL. Мы позже к нему вернемся. Следующий раздел – это список иерархий. Иерархия позволяет сделать так называемую матрешку из показателей. К примеру, давайте в контексте нашего задания будем идти. К примеру, можно в рамках одного отчета детализироваться от категории товара к товарам, которые к этим категориям относятся. Может быть, сейчас на слух трудно воспринимается, но далее также на примере одного из типов визуализации я продемонстрирую. И последний раздел – это список прав объекта. Здесь производится, собственно, настройка доступа к нашей витрине для каждой роли в нашей системе. Мы сейчас с вами посмотрели, что из себя представляет витрина данных и какие операции с ней можно производить. Теперь мы перейдем к построению отчета. Переход к конструктору отчетов возможен из двух разделов. Первый раздел – это отчеты. Мы можем нажать на плюсик и, соответственно, выбрать наш источник данных. В данном случае это витрина. И предварительно выбрать один из типов визуализации. Это первый вариант. Второй вариант – через раздел источники и далее витрины. Нам необходимо кликнуть по наименованию нашей витрины и перейти в конструктор отчетов. Давайте, наверное, это сделаем. Нашу витрину Roadshow Mart 2022. Переходим. Так, мы находимся с вами в конструкторе отчетов. Он визуально разделен на два больших раздела – область справа и область слева. Давайте их так обозначим. Область слева. Итак, это и есть наш конструктор. Он имеет две вкладки. Вкладка «Данные» и вкладка «Стиль». Давайте начнем с вкладки «Данные». Вкладка «Данные» разделена также, в свою очередь, на несколько блоков. Их можно сворачивать, разворачивать. Первый блок – это источники данных и тип отчета. Здесь мы можем выбирать источник данных из доступных для построения отчета. Источником, как я уже сказал, выступает витрина данных. Можем выбрать тип визуализации из доступных. Их тут большое количество. Давайте выберем первый. Это будет гистограмма. Теперь мы идем далее. Здесь, в этом блоке «Источники данных и тип отчета» также можно управлять настроенной иерархией показателей, которую ранее говорили. То есть она по умолчанию включена. Выбрав ее, мы можем ее отключить на данном отчете. Но не будем этого делать. А также можно настраивать функционал «Drilldown» в неограниченном количестве. Добавлять переход по ссылке. Ну, тоже в разумных пределах. Переход по «Drilldown» может воспроизводиться как с отчета на отчет, так и с отчета на информационную панель. Как настроим. Следующий блок — это время. Он позволяет работать с временными рамками, которые мы накладываем на визуализируемые данные. Временной интервал задается как выбором какой-то фиксированной даты по календарю, так и с установкой относительного периода в днях и других гранулярностях. Также, если набор данных позволяет, то можно выбрать какое-то количество дней или месяцев с текущей даты вперед. Следующая вкладочка — запрос. В блоке «Запрос» мы определяем метрики и показатели из витрины, на основе которых будет строиться отчет. Собственно, здесь все просто. Следующий блок — SQL. Блок SQL позволяет устанавливать ограничения на отбираемые из витрины данные, в том числе использовать под запрос, либо как-то влиять на отображение результата. Последний блок — это фильтры. Блок фильтры позволяет устанавливать ограничения на отбираемые из витрины данные только без помощи кода. То есть мы можем выбрать любой показатель, можем выбрать логический оператор и, соответственно, ввести наш параметр, по которому мы хотим фильтровать. Фильтров также может быть неограниченное количество. Можно взаимодействие фильтров между собой выбирать, можно заносить их под скобки. Весь вот этот инструментарий, он у нас генерирует SQL-выражение в наш источник данных, в витрину. Соответственно, после того, как мы здесь накликали какие-то показатели, выбрали метрики, установили ограничения, можно нажать «Посмотреть запрос», и здесь мы увидим итоговое SQL-выражение, которое под капотом отправляется в нашу витрину данных. Итак, первый блок по данным мы посмотрели. Следующая вкладочка — это «Стиль». На вкладке «Стиль» мы настраиваем визуальную составляющую нашего отчета. Здесь мы можем выбрать цветовые схемы различные, можем отформатировать, изменить формат чисел, можем управлять расположением подписей и изменять прочие параметры для того, чтобы наш отчет выглядел приятно для глаза. Помимо этого, практически у каждого параметра есть так называемый хинт, который при наведении более подробно описывает этот элемент. То есть у каждого параметра есть подсказка. Отлично. Да, блок «Стиль» посмотрели. Теперь обратим внимание на область справа. Область справа, она как раз-таки будет отображать результат отчета в соответствии с выбранными показателями, метриками и установленными ограничениями в том типе визуализации, который мы выбрали. В данном случае это будет гистограмма. Панелька над результатом позволяет менять название отчета, генерирует ссылку на текущее состояние отчета, чтобы можно было без сохранения вернуться к формированию отчета или поделиться, к примеру, этой ссылкой с коллегами. Также панель позволяет экспортировать отчет в различных форматах и, как уже сказал, позволяет просматривать SQL-запрос к витрине, который формируется на основании тех показателей, метрик и ограничений, которые мы задаем в левой области в блоке настроек. И также можно увидеть дополнительную информацию, к примеру, о скорости выполнения запроса, к витрине числу строк. Вот оно здесь должно появиться, когда у нас какой-то результат будет, число строк в результате запроса и изменение состояния отчетов. Здесь можно также следить, какие действия мы производили. И финальное, конечно же, этот отчет мы можем сохранить. Можно выполнить обычное сохранение, а можно указать ему путь на уже существующую информационную панель или создать новую и разместить отчет на ней. Итак, давайте, наверное, построим отчет по одному из вопросов нашей задачи. Сейчас открою. Так, чтобы не сильно сложно, и вот у нас был вопрос, какой из менеджеров стокгольмского офиса дает компании наибольший объем продаж. Возвращаемся к нашему конструктору. В показателе, соответственно, да, еще раз напомню, что обратим внимание на блок «Время». Здесь у нас стоит относительная дата, мы от нее сейчас избавляемся, потому что в представленном датасете у нас временной период был с 2003 по 2007 год. Итак, в качестве показателя нам необходимо выбрать наших менеджеров. Это будет «Временеджеры». Еще раз повторюсь, показатели можно выбрать как скроллингом отдельно, так и через текстовый поиск. Выбираем «Временеджеры». В качестве метрики нам необходимо выбрать показатель итоговой цены позиций в заказе. Сейчас повторюсь, что на этапе обработки и трансформации данных мы добавили в нашу витрину вычисляемый показатель с итоговой ценой позиции в заказе, чтобы пользователь без особого труда мог по ней считать объем продаж. Давайте его выберем. Вот, позиции в заказе. Итак, открывается у нас конструктор метрики. Мы выбрали определенные показатели, доступные в нашей витрине. И здесь мы можем управлять этой метрикой, которую сейчас создаем. Здесь мы можем поменять показатель, если вдруг выбрали другой. Нас интересует все тот же. А также выбрать агрегатную функцию для расчета данной метрики. Здесь, соответственно, есть несколько стандартных агрегатных функций. Нас как раз-таки интересует сумма. Система нам на основании типа данных подсказала правильную функцию, это сумма. И можем задать метрики произвольное имя. Сейчас она будет выглядеть в таком виде. То есть это слияние агрегатной функции с наименованием показателя. Но для красоты мы, соответственно, можем дать этой метрике наименование. Давайте назовем ее объем продаж. Сохраним. И можем нажать «Выполнить запрос». Соответственно, здесь мы уже видим наш результат. Это гистограмма. Итак, да, для того, чтобы метрика, для того, чтобы формат чисел выглядел более приглядным, мы можем в форматах оси выбрать другой формат. И видим здесь на оси Y другие значения. Они уже отображаются в более приятном формате. Сейчас мы с вами увидели, как, собственно, легко строятся метрики в конструкторе отчетов. Пока не забежали далеко вперед, я покажу второй вариант создания метрики. Для этого мы с вами перейдем в редактирование витрины. Это можно сделать либо через источники витрины и далее выбрать нашу витрину, либо нажать на карандашик рядом с наименованием источника данных. Соответственно, в новом окне у нас открывается наша витринка. Ранее я создал... да, переходим в список метрик. Ранее я создал такую же метрику объем-продаж. Вот она у нас... сейчас давайте в нее провалимся. Это конструктор для более сложных метрик. Здесь метрика создается с помощью SQL-кода. Если нам необходимо, например, создать метрику с условиями, мы идем сюда. Итак, да, окей, возвращаемся в наш конструктор. Сейчас также скажу, что визуальную часть мы видим и можем посмотреть сейчас SQL-запрос. В следующий раз посмотрим. Сейчас после сохранения, я думаю, что будет доступно. Мы вернемся к нашей задаче. Мы помним, что хотим смотреть только рейтинг поста Големского офиса. Для этого мы можем воспользоваться фильтрацией. Добавим один фильтр. И в качестве фильтруемого показателя мы выберем город офиса. Логический оператор нас интересует in. Его оставляем. И, кажется, нас интересовал стокгольмский офис. Поэтому давайте... ...символов и получим подсказку. Стокгольм. Окей, фильтр мы выбрали. Нажимаем «Выполнить запрос». И, собственно, мы получаем ответ на наш вопрос. Можем даже во вкладке «Стиль» выбрать подписи. И увидим, что Роб Карсон из стокгольмского офиса дает компании наибольший объем продаж. Мы также можем отобразить этот рейтинг в виде другого типа визуализации. К примеру, соседнего в виде круговой диаграммы. И можем задать подписи, чтобы мы могли видеть вклад наших менеджеров в долях. Для этого выберем категории и процент. Соответственно, здесь видим то, что также Роб Карсон у нас приносит 52% от общего объема продаж. Отлично. Давайте все-таки вернемся к нашей гистограмме. Мы получили результат для того, чтобы его в дальнейшем можно было постоянно мониторить. Мы сейчас находимся в конструкторе отчетов. Отчета у нас как такового еще нет. Соответственно, нам его необходимо сохранить. Мы можем его сохранить. Наименование можем задать как здесь, так и при сохранении. Давайте это сделаем. Назовем отчет менеджера теста. И сохраним. Далее наш отчет мы можем найти во вкладке отчеты. Вот, соответственно, он есть. Мы можем его также удалить. А можем по наименованию провалиться опять же в конструктор. Давайте это сделаем. Отлично. Мы можем найти этот отчет в списке отчетов. Но также я ранее упоминал термин инфопанель. Давайте им сейчас воспользуемся. Сохраним этот отчет на новую информационную панель. Для этого выберем опять пункт сохранения. Выберем баттон «Добавить на новую информационную панель» и назовем ее «Инфопанель тест». Мы можем нажать «Сохранить» и останемся в конструкторе отчетов. И второй вариант мы можем сохранить и перейти к информационной панели сразу. Давайте это сделаем. Итак, мы с вами находимся на информационной панели. Соответственно, сюда можно сохранить еще определенное необходимое количество отчетов. Что можно с отчетом на информационной панели делать? Во-первых, его можно перетаскивать в различные стороны. Во-вторых, с ним можно производить такие же действия, как в конструкторе. Мы можем результаты экспортировать в различные форматы. Мы можем по кнопке «Обзор отчета» перейти обратно в конструктор. И, собственно, мы можем удалить отчет с данной информационной панели. Этого сейчас пока что делать не будем. Также мы можем нажать на кнопку «Принудительного обновления данных». Эта кнопка подразумевает отправку на источник данных SQL-запроса, который сформировался в результате настройки нашего отчета. И если данные какие-то свежие появились, то по нажатию этой кнопки мы, соответственно, эти данные обновим. Помимо этого, окно отчета мы можем растягивать. В разных плоскостях. Давайте оставим так. И видим, что взаимодействие с информационной панелью у нас, с инфопанелью отслеживается. И видим здесь знак вопросов, знак воскресания в треугольнике, который нам говорит о том, что мы внесли какие-то изменения в состав отчетов на информационной панели. В данном случае мы его перемещали и изменяли его размер. И, соответственно, изменения у нас не сохранены. Давайте это сделаем, сохраним отчет. Сохранить информационную панель мы можем как и на месте, то есть перезаписать ее, так и сделать полное дублирование, в том числе продублировать отчет. Но этого делать не будем. Сохраним просто изменения на текущей информационной панели. Так. Что мы можем делать с нашей информационной панелью? Опять же, мы можем воспользоваться функцией принудительного обновления. Тем самым обновим, пошлем запросы от каждого отчета и получим свежие данные от каждого отчета на информационной панели. Можем выбрать интервал обновления. Интервал обновления мы сейчас выбрали 10 секунд. Интервал обновления у нас будет каждые 10 секунд посылать запросы в источник и, соответственно, отображать нам актуальные данные, если они появились. Сейчас пока что откажемся. Также можем редактировать свойства отчета, редактировать свойства информационной панели, отправлять ссылку информационной панели по почте. Можем с помощью этой кнопки добавить отчет, выбрать какой-либо отчет из уже ранее созданных, которые мы можем найти в списке отчетов. И также можем редактировать CSS. Позже, также в конце, я думаю, нашего сегодняшнего тест-драйва, покажу, как у нас настраиваются эти CSS-стили. Также, помимо тех пунктов, тех возможностей работы с информационной панелью, которые я сейчас назвал, у нас есть возможность сквозной фильтрации на информационной панели. О чем это я? Сейчас мы помним, что отчет у нас отфильтрован по Стокгольмскому офису. Давайте сейчас провалимся в обзор отчетов, уберем этот фильтр полностью. Выполним запрос. Соответственно, мы видим сейчас объем продаж по всем менеджерам, которые у нас в датасете представлены. Сохраним. При сохранении отчета нам никаких действий дополнительных не требуется. То есть мы возвращаемся на нашу информационную панель, обновляемся. И увидим здесь, что данные по отчету также сохранились. Итак, среди прочих типов визуализации у нас есть тип визуализации фильтр. Это интерактивный управляющий элемент. Он нам и понадобится для того, чтобы реализовать функционал сквозной фильтрации. Давайте теперь создадим новый отчет с типом фильтр. Сделаем это по второму пути, по которому мы можем провалиться в конструктор отчетов, нажав кнопку «плюс», выбрать источник данных. Источником данных у нас также выступит наша витрина. И в типах диаграммы, также либо скроллингом, либо по поиску, мы выбираем тип диаграммы «фильтр» и создаем новый отчет. Соответственно, оказываемся в нашем конструкторе отчетов заново. Здесь нам необходимо, ну, также можем убрать временные рамки, они сейчас нам не понадобятся. В фильтруемых показателях нам необходимо выбрать город офиса нашего. Город офиса, выполняем запрос. Соответственно, видим, что у нас появилась плашечка «Город офиса», в который мы можем вписывать какие-то значения и, соответственно, фильтроваться по ним. Временная фильтрация, думаю, что нас сейчас не интересует. Оставим только тот показатель, который, по которому мы будем фильтроваться, для того, чтобы решить нашу задачу. Присвоим название нашему отчету, назовем его «фильтр-тест» и сохраним. Сохраним на нашу информационную панель, которую мы ранее создали, это инфопанель «тест». Сохраним и перейдем. Итак, видим здесь нашу гистограммку, которая была ранее создана. Также видим отчет «фильтр». Мы его делаем поменьше и перетаскиваем в правую область. Сохраняем. Отлично. Сейчас на информационной панели у нас есть отчет, который выводит результаты объемов продаж по менеджерам без ограничения по городам офисов. И есть фильтрация, в которой можно город офиса выбрать. Нас интересует стокгольмский офис. Вводим первые символы. Система нам подсказывает. И, соответственно, если мы ввели здесь какое-то определенное значение, то все отчеты, которые находятся на данной информационной панели, они будут отфильтрованы по тому значению, которое в фильтр нас выбирается. Что здесь хочу заметить по поводу фильтра. Если мы сейчас применили этот фильтр без сохранения, то при обновлении информационной панели, сейчас это сделаем, фильтр у нас слетает. Давайте вернемся. Выберем опять стокгольмский офис. Если мы нажимаем «Сохранить» на самом фильтре, то конкретно выбранный фильтр у нас сохраняется только для конкретного пользователя. Если мы нажимаем «Действие сохранить» на всей информационной панели, то давайте уйдем отсюда. Мы все сохранения произвели. Заходим в информационные панели. Находим нашу панель «Инфопанель тест». Заходим в нее обратно. Соответственно, видим, что после сохранения глобального у нас фильтр будет применяться для меня, как пользователя, и для всех остальных пользователей, которые будут заходить на данную информационную панель. Итак, далее, если мы хотим, чтобы эта информационная панель у нас где-то была на глазах, то мы можем ее добавить в «Избранное», нажав на звездочку. Если мы хотим, к примеру, удалить какой-то отчет с информационной панели, мы можем это сделать так и так. Удалили и сохранили. Супер. Если нас более не интересует наша информационная панель, которую мы создали, мы можем зайти в информационную панель и удалить запись. Все. Я постарался доступно описать основные моменты в части конструирования отчетов и работы с информационной панелью. Теперь хотелось бы перейти к заданию. Так, сейчас опять откроем текст нашего задания. Степан, а перед тем, как мы перейдем к заданию, тут буквально одна просьба есть от слушателя Дмитрия. Он просит показать иерархию измерений. Иерархию измерений. Расшифруйте, пожалуйста. Дайте подумать, что это может значить. Вот там, где мы, например, настраиваем. А, простой вопрос. Тут подразумевается что-то вроде год, месяц, день или подразумевается медорганизация юридическое лицо и конкретно структурное подразделение. Если что-то такое, то, понятно, кто сейчас покажет. Ну, давайте продемонстрируем, как поняли. А там, я думаю, слушатель нас, если что, поправит в вопросах, скажет, нет-нет-нет, я хотела увидеть вот это. Так, да, ну, давайте, наверное, вернемся обратно в конструктор отчетов. Я, наверное, упустил этот момент во вкладке время в нашем конструкторе отчетов. Соответственно, у нас есть выбор периода времени, и здесь можно выбрать грануляцию год, гранулярность год, квартал, месяц, день и до минуты вплоть. Это что касается иерархии по времени. Что касается иерархии по каким-то показателям, как уже говорил, у нас эта иерархия настраивается в меню управления витриной. Вот, собственно, список иерархий, и здесь мы можем в нее также провалиться, список показателей, и увидеть здесь, что у нас внесено, к примеру, первый по иерархии, первый внешний оболочек матрешки. Это у нас наименование категории товара. Глубже проваливаемся, это наименование товара. И, к примеру, следующий показатель – это FIO-менеджер. Это что касается функционала дрилдауна по иерархии. Надеюсь, что ответил. Но в любом случае, сейчас далее на примере отчетов я покажу все то, что озвучивал ранее. Да, 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 судя по комментариям в чате, слушатель, он как раз это и хотел посмотреть. Да, отлично. Тогда предлагаю вернуться к нашему заданию. Михаил из нашего задания, владелец Fashion Evolution, разделил информацию, которую он хотел бы отслеживать, на две группы больших. Мы сделали так же и подготовили две информационных панели. Соответственно, повторюсь, все отчеты у нас предпредготовлены уже заранее, чтобы сейчас на это время не тратить. В принципе, с конструктором мы познакомились. Все отчеты у нас конструируются однообразно. С помощью одного инструмента – это конструктор отчетов. И, соответственно, выполняя задание, мы постарались ответить на все вопросы из блоков. Наверное, перейдем на инфопанель с ответами на вопрос по первому блоку. Она так и называется. У нас Roadshow 1. Постоянно Михаил хочет быть в курсе в соответствии с заданием. Итак, мы с вами попали на нашу информационную панель. Для ответов на вопросы использовали различные типы визуализации, в том числе прибыльность в виде спидометра, анализ аналогичного периода прошлого месяца и прошлого года, анализ в разрезе месяцев прибыльности. Также использовали условное форматирование для обозначения плана по продажам, плана по прибыли, планки по уровню скидки. Это что касается первого блока вопросов. Для второго блока вопросов... Так, давайте перейдем. Вторая информационная панель. Это время от времени. Михаил хочет детально анализировать продажи. Переходим на нее. Здесь, соответственно, отчетов у нас побольше вопросов, так как было у нас порядка 13. На этой информационной панели представлены более детальные данные, а также для фильтрации доступно больше показателей, так как вопросов было, соответственно, 13 штук. В том числе здесь присутствуют типы визуализации, которых не было на первой информационной панели. Здесь хотелось бы, наверное, остановиться на нескольких отчетах. Первое, что хотелось бы показать, это первое обещал показать иерархию. Она присутствует у нас в отчете «Прибыльность в разрезе категорий товара и заказчиков». Видим здесь наименование категории товара. Вспоминаем, что у нас была настроена иерархия. Соответственно, по клику шапки мы можем эту иерархию осуществить. Соответственно, видим, что у нас добавился новый столбец с наименованием товара. Те метрики, которые уже существуют в нашем отчете, они, соответственно, пересчитываются под новый столбец. Это что касается массового перехода по иерархии. Можем вернуться назад и выбрать, к примеру, мужскую одежду. Соответственно, если мы кликаем по определенной строчке и хотим провалиться в иерархию, то в иерархию мы попадаем уже по конкретной нашей строке, то есть в новый отчет передаются все ограничения, которые были в той строке. Это что касается вопроса по иерархии. Также хотелось бы заострить внимание. Здесь, как уже сказал, достаточно много у нас типовизуализации применено в процессе подготовки к roadshow. Также хотел бы остановиться на вопросе под номером 9. Сейчас мы его откроем в задании. Он у нас звучит как «Какие товары в товарной категории пляжной одежды больше всего продаются и приносят максимальную прибыль?» Ответ на данный вопрос мы разделили на два больших блока. Первый блок – один про прибыль, второй – про то, какой товар больше всего продается. Итак, для реализации использовались типы визуализации «Солнечные лучи». С помощью них мы ответим на вопрос по прибыльности товара. Второй тип визуализации – это диаграмма разделов. Использовали данные типы визуализации, так как хотелось оставить возможность видеть все категории и все товары рядом, и в это же время не задавить объем информации. Итак, вопрос «Какие товары в товарной категории пляжной одежды больше всего продаются и приносят максимальную прибыль?» «Какие товары у нас в категории пляжной одежды приносят максимальную прибыль?» На этот вопрос нам даст ответ наша диаграмма «Солнечные лучи». Соответственно, нам на первом уровне необходимо выбрать пляжную одежду, найти. Вот мы ее нашли. Соответственно, наша категория пляжная одежда. И в этой категории нам необходимо выбрать максимальный элемент. Соответственно, купальный кривьер у нас приносит наибольший объем прибыли по категории пляжная одежда. В центре круга мы можем видеть самое большое число – это процент в прибыли от общих продаж. И далее 28% она занимает в категории пляжная одежда. То же самое можно проделать с другими категориями товаров. Что касается тех товаров, которые имеют наибольший объем, наиболее больше всего продаются. Здесь брали метрику по объему продажа в штуках. Нас интересует также пляжная одежда. Здесь видим диаграмму разделов. Сначала у нас идет большая метрика по продажам в штуках. Далее видим категории товаров. И мелко-мелко видим непосредственно сами товары. Для того, чтобы нам как-то более крупно посмотреть по каждой категории, можно достаточно просто это сделать. Мы можем нажать на интересующую нас категорию пляжной одежды. Соответственно, давайте это сделаем. Нажимаем на нее. И получаем уже более укрупненную диаграмму разделов, где мы видим, что шорт LA, соответственно, имеет у нас топ-1 место по продажам в штуках в разрезе категории пляжная одежда. Если хотим отслеживать, если хотим посмотреть информацию по другой категории, к примеру, по мужской одежде, соответственно, таким же образом можем провалиться и посмотреть на другую категорию. Так, также хотелось бы остановиться на 12 и 13 вопросе. Сейчас зайдем в него. 12 и 13 вопрос. 12 вопрос. Каков фактор сезонности в продажах ботинок Раннер? 13 вопрос. Как меняется прибыль по товару костюм для бега и нужно ли его выводить из ассортимента компаний? А здесь постарались в один отчет заключить ответ на оба вопроса. Давайте сейчас найдем. Отчеты у нас пронумерованы все по номеру вопроса, на который этот отчет призван ответить. Здесь в один отчет заключили, как уже сказал, ответ на оба вопроса. На экране представлена таблица среза в разрезе категории товара, непосредственно самого товара, и доли прибыли и объема продаж в разрезе вот этих категорий. Соответственно, первый у нас вопрос звучал 12. Каков фактор сезонности в продажах ботинок Раннер? Давайте на него постараемся ответить. Нам необходимо найти ботинки Раннера. Вот, собственно, они у нас представлены. И объем продаж. По нажатию на объем продаж в штуках мы видим, что 777 товаров у нас было продано. По нажатию правой кнопкой система предлагает нам переход по drill down. Давайте это осуществим. Посмотрим сезонность продаж по выбранному товару. Итак, на экране у нас открылся дополнительный отчет. Слева на диаграмме SunKey мы видим наш товар. Это ботинки Раннер. И справа мы видим 4 луча, которые имеют размер пропорциональной продажам в этот сезон. Видим, что зимой и весной продажи у нас составили практически, ну, даже 60% от общих продаж по данному товару. Соответственно, можем сказать, что сезонность продаж у этого товара – это зима и весна. Соответственно, можем посмотреть также осень. Видим, что 20% от продаж занимает. И лето – 17,8% от продаж. Таким же образом можно увидеть информацию по сезонности продаж по любому из товаров в данном отчете. Тринадцатый вопрос. У нас звучал. Как меняется прибыль по товару костюм для бега? Нужно ли его выводить из ассортимента компании? Да, давайте найдем товар. Костюм для бега. Соответственно, предполагаем, что это спортивная одежда. Здесь видим товар костюм для бега и видим долю прибыли, которую продажи этого товара приносят. Также мы можем по этому значению кликнуть и воспользоваться функционалом дрилдауна для того, чтобы увидеть какую-то динамику по прибыльности данного товара. Давайте это сделаем. Сейчас переходим на отчет. Да, мы провалились в отчет типа визуализации линейная временная линейная диаграмма. Здесь мы видим гранулярность в месяц по годам продаж этого товара. Для наглядности привели помимо метрики доли прибыли еще и размер средней скидки, если таковая была, в продажах этого товара. Так как вопрос звучал, как меняется прибыль и нужно ли этот товар выводить из ассортимента компании, здесь мы, наверное, не возьмемся рубить с плеча, но для информативности привели вторую метрику в размер скидки. Видим, что, в принципе, относительно стабильно идет доля прибыли по этому товару за исключением одного периода, это март 2006 года. Видим, что здесь доля прибыли у нас ушла в минус, минус 12%, но чем это обусловлено? Видим, что как раз-таки в марте у нас очень сильно подскочил размер скидки. Возможно, это было связано с этим. Ну, соответственно, уже финальное решение за лицом принимающим, уполномоченным принимать решение. Таким образом, опять же, с помощью функционала условного форматирования здесь разделили значение прибыли по четырем группам, и можем, к примеру, пролистав, увидеть отрицательную прибыль по определенному товару. Условное форматирование настраивается гибко. Это все делается в конструкторе отчетов. Итак, на 12 и 13 вопрос ответили. Сейчас также мне хотелось бы отдельно проговорить по второму вопросу. Сейчас опять откроем задание наше. Второй вопрос у нас звучит таким образом, что какие 20% заказчиков приносят 80% прибыли компаний в Бразилии? Здесь речь идет об ABC-анализе. В нашем штатном арсенале каких-то шаблонов экономического моделирования нет, но зато есть SQL-лаборатория, о которой я ранее говорил, с помощью которой этот кейс как раз-таки был решен. Результат мы вынесли на отдельную информационную панель. Давайте сейчас ее найдем. В списке информационных панелей у нас есть третья панель. Это ABC-анализ клиентов Roadshow. Соответственно, мы в нее проваливаемся. И здесь в таблице среза, соответственно, мы взяли за основу ту информацию, которая была представлена в задании, и посчитали в разрезе 2006 года, так как по нему были полные данные за год. Соответственно, здесь видим, что 80% прибыли у нас приносят две компании. Это все для дома и все из Бразилии. Отчет был построен с помощью нашего конструктора, а данные для отчета в виде вот этой модели ABC, они были подготовлены с помощью SQL-кода в SQL-лаборатории. Так, этот кейс решили. И, соответственно, если мы здесь уберем фильтры, то здесь в разрезе каждой страны и каждого года у нас представлен ABC-анализ для каждой страны, да, опять же, повторюсь, и каждого года. Опять же, напоминаю, что фильтры здесь мы скинули, но ничего страшного, можем обновиться и получить ту картину, которая у нас была сохранена. Соответственно, на второй вопрос ответили. В конце хотелось бы мне, наверное, вернуться к теме разграничения доступа пользователей к данным. Обещал ее показать, сейчас покажем. Обратим внимание, наверное, да, вернемся на нашу информационную панель номер 2, где у нас много данных в различных разрезах. Обратим внимание на отчет со статистикой прибыльности по странам клиента. Отчет номер 3, он также подписан. Весь перечень стран здесь у нас представлен, видим, от Польши до Португалии. Итак, мы смоделируем ситуацию, что у Михаила есть подопечный, условный территориальный менеджер, за которым закреплен регион Южная Америка и соответствующие ему страны Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Руководитель компании в лице Михаила хочет, чтобы менеджер отслеживал детальную информацию по продажам в регионе, то есть ознакомился с данной информационной панелью и на постоянной основе ее мониторил. Но Михаил не хочет, чтобы менеджер видел результаты других регионов, то есть как зачастую это бывает. Нет. Для менеджера была создана учетная запись с настроенными для нее областями видимости. В тонкости настроек погружаться не будем, я просто покажу на примере, что такой функционал у нас есть. И сейчас мы зайдем с этой учетной записи, чтобы можно было увидеть разницу. Так, воспользуемся вкладочкой инкогнито. Заранее у нас также учетная запись для нашего территориального менеджера по Южной Америке, по странам Аргентина, Бразилии и Венесуэла создан. Давайте пройдем процедуру авторизации. Как видно на экране, стартовая панель немного отличается, соответственно, пользователь у нас не может видеть ничего, кроме информационной панели, в отличие от нашего админского доступа расширенного. И также видим, что доступ пользователю в системе, если мы провалимся в информационной панели, доступ пользователю в системе предоставлен только к разделу информационной панели. И более того, видим, что доступ предоставлен только к одной информационной панели, на которой у нас находятся какие-либо подробные данные по нашим продажам. Давайте в эту информационную панель зайдем и посмотрим, какие там данные доступны для нашего пользователя. Заходим, смотрим. Итак, у нас была задача дать менеджеру возможность видеть детальные показатели только по своему региону, в странах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Содержимое всех отчетов на инфопанели для этого пользователя настроено соответствующим образом. То есть видим здесь страны заказчиков по прибыльности. У нас остались только три страны, над которыми как раз-таки и шефствует наш менеджер. Соответственно, все данные на информационные панели, которые видит этот пользователь, все данные, они отфильтрованы по тем странам, которые... То есть по нашим странам, это Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Так, по демонстрации возможностей entry-аналитика на примере задания у меня открытых вопросов больше не осталось. После встречи коллеги могут предоставить доступ, можно будет ознакомиться со всеми инфопанелями и отчетами и подробно исследовать каждый. Для удобства, как вы могли заметить, отчеты пронумерованы в соответствии с вопросом из задания, на который этот отчет отвечает. Также вы сможете, к примеру, самостоятельно пройти путь от построения отчета до информативной и красивой инфопанели, как, надеюсь, получилась та, которую предподготовили мы. Также я хотел бы продемонстрировать ранее озвученный функционал. Это функционал карты. Этот тип у нас пользуется популярностью. Сейчас зайдем сюда. Мы находимся на одном из наших тестовых стендов. В предоставленном датасете, к сожалению, координат не было, но покажу функционал на примере одной из задач, которую с помощью entry-аналитика решают наши клиенты из сектора здравоохранения. В рамках этой информационной панели они используют функционал карт для мониторинга загруженности медицинских организаций. Это тепловая карта, как мы видим на экране. Картография у нас на основе Яндекс.Карт. Соответственно, можно также менять слои, менять радиус нашей тепловой карты, прозрачность. Можем инвертировать цвета и пользоваться всеми фишками, которые, в принципе, доступны для пользователей Яндекс.Карт в рамках решаемой задачи. Также наши заказчики пользуются так называемыми bubble maps'ами с возможностью включения кластеризации и отключения кластеризации, чтобы можно было видеть отдельно каждую точку. Что касается объектов на карте, то при необходимости... Давайте приблизимся немножко. Так вот, давайте в Петергоф окунемся. Что касается объектов, то при необходимости точкам на карте можно создавать кастомные иконки, как, например, это сделано здесь. Для некоторых меток установлена пользовательская метка в виде стетоскопа. Можно загружать, в принципе, любой набор иконок в рамках разумного. Если загружаться они не будут, то, соответственно, на месте метки будет стандартная вот Яндексовская метка. Помимо этого, карты у нас также поддерживают функционал drilldown, что позволяет выбрать интересующий объект и получить какую-то... Ну, во-первых, получить краткую справочную информацию в рамках того отчета, на котором мы находимся, а также мы можем с помощью функционала drilldown провалиться на другую информационную панель и получить уже более подробную информацию по интересующему нас объекту. Мы можем с каких-то красивых верхнеуровневых картинок провалиться, можно сказать, первичные данные. Второе, что хотелось бы сказать, давайте перейдем на следующую вкладочку, это поддержка онлайн-загрузки данных. Коллеги в презентации упоминали, это также сейчас покажу. На предоставленной информационной панели у нас происходит передача электронных документов в режиме онлайн. Как я уже ранее показывал, у нас есть в функциях управления информационной панелью опция принудительного обновления. Это можно сделать разово, это удобно, не затрудняет. Есть также интервал обновления, который как раз-таки призван нам обеспечить онлайн-загрузку данных, если таковые появляются в онлайн-режиме. Давайте, к примеру, выберем 30 секунд интервал и подождем некоторое время. Соответственно, в рамках текущей сессии, пока у нас открыта данная информационная панель, мы, выбрав интервал обновления, можем каждые 30 секунд или каждую минуту или в каком-то другом интервале, который потребуется установить, мы можем видеть, как у нас обновляются данные и, соответственно, подгружаются свежие данные. Вот видим, что без каких-либо действий у нас сейчас обновляется информационная панель, возможно, меняется количество документов передаваемых и видим, что информация обновляется автоматически. Это как раз-таки и есть одна из возможностей по онлайн-отчетности. К примеру, эту инфопанель можно вынести куда-то на большой стенд, и он в течение дня будет вот так вот обновляться и показывать свежие данные. Вот видим, что 16.34, у нас появились какие-то данные за последние минутки. И видим такую бегущую строку с начала текущего дня. На следующий день, соответственно, все начнется заново. Сейчас интервал обновления отключим. Наверное, как вы могли заметить, здесь у нас на информационной панели фон и цвет заголовка отчета отличаются от тех инфопанелей, которые мы просматривали ранее. К примеру, даже взять предыдущую. Все дело в CSS-стилях, которые позволяют окрашивать или менять шрифту отдельных элементов. Как ранее говорил, их мы можем загружать во вкладке управления шаблоном CSS, и управлять мы можем ими через действия, вот, редактировать CSS. Соответственно, это такой код, закомментированный, ну, по желанию. Здесь можно выбирать цвета, к примеру, открыть какой-нибудь общедоступный сайт HTML Colors и конструировать себе в тех цветах, в той цветовой гамме, которая потребуется для решения той или иной задачи. Так, кажется, все, что хотел, коллеги, я озвучил. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Не уходите далеко, не уходите далеко. Есть вопрос от Сергея Сироклина. Можно ли отчеты инфопанели отправлять на почту по расписанию? Данный функционал у нас сейчас находится непосредственно в разработке. В текущей версии, на которой мы находимся, здесь у нас доступна отправка пока что только ссылки по почте, но как раз-таки у нас сейчас стадия активной разработки и идет по настройке такого гибкого планировщика для отправки, в том числе с учетом области видимости. Отлично. Спасибо. Ну, тогда, наверное, все. Основные вопросы все у нас были отвечены. Демонстрация по основному функционалу, который обычно требуется заказчикам, тоже был продемонстрирован даже больше, чем это позволял наш полданных, датасет, как минимум в части визуализации через карты, который действительно очень важен для, ну, особенно для медицины, да, и там для каких-то широких сетей медицинских центров и, в принципе, не только даже медицины. Это действительно очень распространенная визуализация. Так, остается нам сейчас с вами проговорить два вопроса, да, два момента, которые мы еще не проговорили. Это первый, который требуется часто, да, для пояснения заказчикам. Команда, которая минимально, ну, вот, минимальные требования к квалификации, скажем так, да, команды, необходимые для внедрения именно вашей системы. Александр, спасибо, коллеги, спасибо. Я, с вашего позволения, демонстрацию установлю, наверное. Хорошо. Спасибо, Степан. Кто из коллег ответит мне на этот вопрос? Вячеслав? Яна, может быть? По команде? Я думаю, тут Владимир, он же присутствует, да? Да, даже наоборот, Владимир. Давайте. Да, давайте. Я, мне не жалко. Команда, компактная, мобильная. Значит, у нас есть ведущий аналитик, Алексей присутствует в чате, есть аналитик Степан, который в большую часть презентации. У нас есть несколько... Не, не, Вол, неверно задала вопрос, Владимир. На стороне заказчика, Вол. Со стороны заказчика. Минимальная команда, которая нужна со стороны заказчика для того, чтобы начать работу в вашей системе. А, в этом смысле. Это очень зависит, опять же, от ожиданий. Мы делаем проект под ключ. Минимальная. Мы сами делаем обследование. Мы приходим, у вас есть информационная модель, мы ее там мапим с источником, или у вас есть прямо хранилище, мы только настраиваем визуализацию. Ну, минимальная, вообще минимальная, это, наверное, только сопровождение и администратор. Ну, и системный администратор. И то мы, в принципе, разворачиваем и можем саппортить это дело. Позиционирование системы, если мы говорим про визуализацию, про часть визуализации, которую больше всего показывали, это эксперты предметной области. То есть это аналитики, которые глубоко погружаются в данные с использованием нашего инструмента. Поэтому, наверное, это, ну, какое-то количество аналитиков, понимающих в предметной области, не обязательно сильно технически подкованные, которые пользуются функциями системы. То есть даже администрирование мы, в принципе, умеем брать на себя. У нас нет там поставки как сервис, мы разворачиваемся всегда на мощностях заказчика, но, в принципе, мы умеем сопровождать на мощностях заказчика. Поэтому минимальная конфигурация, ну, если мы говорим про или полную конфигурацию, или про хотя бы часть только визуализации, ну, это какое-то количество аналитиков, экспертов предметной области. Угу, спасибо. Ну, и последнее, да, что мы обычно в самом конце озвучиваем, это схема лицензирования. Хотя бы, ну, там, в части того, зависит она от количества пользователей или зависит от количества серверов в таком формате. Вы знаете, тут тоже очень индивидуальный вопрос, да, потому что, ну, во многих вещах, если необходимы какие-то доработки и так далее, мы отгружаем продукт по лицензии, да, если это необходимо. Как правило, мы обсуждаем условия индивидуально, то есть вот нет такого, что это какое-то общее условие на всех. Мы в этом плане очень гибки, да. У нас есть три, скажем так, три типа, да, продаж. Это когда, ну, такой минимальный пакет, базовый пакет и расширенный пакет. И также мы готовы ознакомить коллег с этим, если это необходимо, по любому контакту, да, это может быть почта, это может быть телефонный звонок, как вам удобно там. Вот, но мы каждому клиенту подходим очень гибко, поэтому вот такого, чтобы стандартно прямо, наверное, такого нет. То, что я озвучила более-менее стандартно, это вот минимальный, базовый и расширенный пакет. Спасибо большое, Яна. Ну, в таком случае, да, я думаю, что мы можем потихоньку прощаться. Все контакты направлены в чате, можно с ними ознакомиться, скопировать их, да. Запись нашей сегодняшней встречи обязательно будет выложена на официальном YouTube-канале. Я также направила ссылку в чате. Вот, коллегам из Нетрики спасибо огромное. Мне кажется, у нас получился довольно такой демонстративный, ну, несмотря на то, что мы прекрасно все понимаем, что это не полный функционал системы, да, но на тех данных, которые были предоставлены и на самых популярных функциях, которые требуются от биосистем, мы демонстрацию провели максимально развернуто. Степан еще и показал бизнесовую часть, да, не просто как нам построить какую-то визуалку, а как действительно ответить на те вопросы, которые предоставлялись в кейсе. Вот, поэтому спасибо всем огромное и хорошего дня. Спасибо, коллеги. Спасибо, спасибо большое. До свидания. Спасибо, всего доброго. Да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok